Я верю, что этот материал очень важный для христиан. Но прежде чем мы рассмотрим раввинистический материал, нужно поговорить о концепции вдохновенности, Бога вдохновенности. В протестантском мире, в христианском мире учат абсолютной Бога вдохновенности. И лежит другими словами, что Бог надиктовал текст. Что апостолы и пророки приняли Слово Господа, слово в слово. И что первоначальные документы, тексты были абсолютно полностью Бога вдохновлены. Но здесь возникает проблема. Проблема какая? То, что у нас четыре Евангелия. И четыре Евангелия и четыре разных Евангелия. Не похожи друг на друга. И истории в Евангелиях тоже разные встречаются. Но это не только в Евангелиях. Это во всей Библии так. Это называется синоптическая проблема. Синоптический или синопсис означает увидеть все вместе, или увидеть общую картину. Те же самые истории пересказаны с различными людьми, с различной точки зрения. В Ветхом Затем тоже много таких синоптических проблем есть. Например, книга о Второзаконии. Это пересказывание истории Это пересказ исхода, левит и чисел все вместе. Но в то же время это абсолютно новая история. Даже десять заповедей не одинаковы. И десять заповедей, которые были получены у Синай горы. Моисеев зашел на гору. Получил десять заповедей от Бога. Он сошел. Бог сказал десять заповедей. Все люди их услышали. Но потом, когда через сорок лет написана книга о Второзаконии, заповеди не те же самые десять заповедей. Другой текст. Другие слова. Из-за чего возникает очень большая проблема. И затем еще очень много текстов с синоптической проблемой. Это история, записанная из книги царств. Это все книги царств. И те же самые истории пересказаны. Где еще? Паралипоминал. Да так. Но истории другие. По-другому написаны. Некоторые из историй абсолютно другие. Поэтому синоптическая проблема не только в четырех Евангелиях. Каждая проблема есть и в Ветхом Завете. Более чем это. Каждая из книг написана в разном абсолютно стиле. Разным языком, разные там слова используются. И даже большая проблема, чем эта другая есть. В традиционном христианском евангельском мире. Говорят, что первоначальные документы были абсолютно вдохновлены Богом. Но ведь же у нас нету этих первоначальных, самых первых документов. Мы только имеем копии, 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 копии и так дальше. Ксерокопии. И потом еще переводы последовали за копиями. И не у всех есть доступ к первоначальным манускриптам. И не каждый может их прочесть. Которые на греческом и иврите. Поэтому это проблема. У нас есть Слово Божье. И в протестантском мире мы думаем, что первоначальные манускрипты были вдохновлены Богом. Но мы читаем переводы. И много разных переводов. Я не знаю, сколько переводов на русском. Знаю больше, чем один. Сколько переводов на русском есть? Много. Они не все похожи. И каждый из переводов отражает интерпретацию переводчика. Это может быть русский православный священник. Либо же это может быть харизматичный пастор. И они не одинаково переведут текст. Потому что у них разная теология. Поэтому вот это проблема наша. Поэтому еврейское определение Боговдохновенности другое. Современное еврейское толкование Боговдохновенности Это то, что у нас есть Боговдохновленная запись Вдохновленных Богом событий. Еще раз повторю это. Что значит вдохновленное? Во-первых. Прежде чем текст появился. Прежде чем появился текст, что вдохновлено? События. 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 Бог действует в истории. Это первый уровень вдохновленности. Прежде чем записано хоть одно слово. Бог действовал в истории. Это первый уровень вдохновленности. Это первый уровень вдохновленности. Какой второй уровень вдохновленности? Люди были свидетелями этому всему. Люди были у Горы Синаи, они слышали, они видели. Люди были у Креста Иисуса, и там они видели, слышали. Люди сидели на траве у Галилейского моря и кушали рыбу, которая умножилась. Вы понимаете, о чем я говорю? Люди видели, как Иисус исцелял. Был слепой, которому Иисус открыл глаза. И общество знало этих людей. Они их признавали. Что этот человек вчера был слепой, а теперь он видит. Или как в случае с Петром и Иоанном в храме. Этот человек 40 лет сидел у ворот храма. И все знали, что он хромой, и он ходить не может. Следующий день, когда они приходят в храм, видят, он ходит, прыгает и танцует. Они спрашивают, что с тобой произошло? Этот человек исцелил меня во имя Иешуа. И сказал, вот этот человек исцелил меня во имя Иешуа. Вы понимаете? Второй уровень. Этот человек был свидетелем, очевидцем этого события. Второй уровень вдохновенности. Какой третий уровень вдохновенности? Человек записывает эти события. Когда он записывает? Иногда сразу же записывает. Иногда спустя 50 лет. Как в случае с Иоанном. Он на Патмосе. Это уже конец первого века был. Может быть, спустя 50 лет, как он был свидетелем Иешуа. И уже из своих воспоминаний всплывают у него. Он думает. Он уже старый человек. И диктует эти события своему секретарю. И после 50 лет, эти воспоминания эти воспоминания созрели уже такие, стали созредоточенными. Это очень сильно отличается от человека, который буквально вчера все это прошел. И записал это на следующий день. Понимаете, в чем проблема? Поэтому, что у нас в Библии, я повторю, это запись боговдохновленных событий. Это люди записывают что они услышали, что они увидели. Это очень другая концепция, отличается. Но она более логичная. И, в моем мнении, она более сильная. поскольку это позволяет как бы это оставляет место для тех ошибок, которые сделали люди. И даже ошибки, они были записаны. И в результате записаны людьми, совершенные ошибки даже. Запись правильная, правдивая. Даже если люди, которые были в этих событиях, солгали. Я буду объяснить. Например, Библия говорит, что Абрам солгал. Абрам солгал. Исаак солгал. А еще Яков обманул своего брата. Стефан сделал ошибки. Когда он общался с толпой, он был радостный. И он сделал ошибки. Большие ошибки. Он неправильно рассказал историю. Почему? Он был обращенным только. Он был не евреем, обращенным в иудаизм. И принадлежал к синагоге обращенных или прозелитов. Поэтому некоторые истории он перепутал, неправильно запомнил. Разве это должно повредить моей вере? Если я верю в абсолютную боговдухновенность, тогда это повредит моей вере. Вы понимаете, я, че я говорю? Если Бог продиктовал каждое слово, тогда Бог сделал ошибку. Но если люди записали то, что они увидели, то, что они слышали, И они услышали, что Стефан свидетельствовал, Стефан сказал, что Аврам купил пещеру или гроб в Сихеме для того, чтобы похоронить свою жену. Но это не в Сихеме, это в Хевроне. И Хеврон это не Сихем. Поэтому Стефан сделал ошибку. И вдохновенность или вдохновленность свидетелей, очевидцев is in the fact that they told the truth of what Стефан said. The truth is that Стефан said what he said. Стефан сказал то, что сказал, и это записано. Поэтому запись правильная, правдивая. Даже если этот человек, который это все рассказывал, он неправильно что-то сделал, неправильно что-то упоминал. Вы понимаете это? Запись правдива, даже если человек, который был участием в тех событиях, был неправ. Также история Анани и Сафира. Они плохо поступили, и они умерли. Они солгали Духу Святому. Они солгали. Они сделали ошибку. И каким-то образом Дух Святой рассказал эту историю Луке. И Лук записывает факты. Лука записал эти факты. Факты не всегда привлекательные. Факты не всегда приятные. Это плохие факты. И правдивость истории в том, что то, что произошло, это было правдой. А что же там было, это уже другой вопрос. Есть и другие ошибки в Ветхом Завете. Много. Неправильное произношение упоминания слова. For example, one time Moshe is called Moshe. Однажды Moshe назван Moshe, а не Moshe. Как же эта ошибка произошла? The hay and the taf very similar. Hay and taf очень похожие буквы. Only two little small lines make a difference. Some scribe was tired when he was copying the text. And he didn't see right. Maybe he didn't have a good lighting. And he saw the hay as a taf. Could be. There are many such problems in the text. However, the record is true. The record is true. The record is inspired. And Peter says these things very clearly. in 2 Peter chapter 1. Open. We'll read together. Verses 16 through 18. 16, 17, and 18. 2 Peter, 2 Peter, 1 главa, 16-18. 1, 2, 3. 2 Peter, 2 Peter, 1 главa, мы возвестили вам силу и пришествия Господа нашего Иисуса Христа, нехитро стремительным басням последуя, но бывшие очевидцами Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принешься к Нему такой глаз. Есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, и этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали будучи с Ним на Святой Горе. И мы говорим о том, что человек записывает то, что видел, то, что слышал. Вот поэтому у нас есть разные стили. Вот поэтому у нас четыре Евангелия. Потому что люди записали что они видели, что впечатлило их, какое ощущение у них было. И разных людей разное впечатлило. И разные детали их впечатлили. И получается, Марк говорит, там были источники, и трава была зеленая. Это было интересно для Марка. Матфей вообще не говорит, какая трава была зеленая, желтая. Матфея трава не интересовала. Понимаете, вы понимаете, о чем я говорю? Очень важно, чтобы мы это понимали. Как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. например, пересказ истории в Паралипомене is told from the point of view of the priests. Рассказано это с точки зрения священника. Не с точки зрения солдата, не с точки зрения царя, не с точки зрения царя, не с точки зрения придворных, но священника. И поэтому в Паралипомене там все такое священническое. Генеалоги интересуют родословные. генеалогия. Также их интересуют инструменты, которые там используются, потому что это священники. Поэтому очень важно видеть это, особенно в еврейском служении. Почему? Потому что есть много еврейских министрии, что их цель является разводить верующих верующих, верующих, как «Jews for Judaism», и «Tuvia Singer», и другие рабы, которые специализируют в turning believers into unbelievers, taking Jewish believers and converting them back to Judaism. Потому что есть такие специализированные служения, так называемые, евреи за иудаизм, потом еще какие-то служения, которые, цель которых обратить верующих евреев обратно в иудаизм, можно сказать, переобратить их. Многие, многие книги пишут против Ишуа, против Евангелия, и многие верующие евреи попадают в ловушку и теряют свою веру, потому что их научили по-протестантски старым способом. И когда они видят проблему, сразу же вера их колеблется. Поэтому нужно понимать, что да, в Библии много проблем, но история правдива. История правдива. Сущность истории правдива. Единственный способ, как мы можем понять Библию, это еврейская книга. Важно понять, что это не протестантская книга, это не христианская книга. Это еврейская книга. с самого начала и до конца. Как Летский Завет, так и Новый Завет, это еврейская книга. Написана евреями очень давно, с различным менталитетом и различным языком. И когда вы видите проблему, то вот каким должен быть отклик. Бог пытается научить меня чему-то очень глубокому, очень-очень глубокому, чего не можно выразить словами, что возможно это тайна. И это не ошибка. Хотя вроде это похоже на ошибку. Я приведу вам классический пример. У кого-то есть библия на еврите здесь? Библия на еврите. У вас библия на еврите? Библия на еврите. Дайте кто-то. Библия полностью на еврите. Ветхий Новый Завет. Старый Завет. Хорошо. Возьми старый. Возьми старый. Иди сюда. Иди. Иди сюда немножко. Да, да. Я хочу I want you to tell me what you see. Скажи мне, что ты видишь. Рай, 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 подожди. Читай знаешь, читать немножко плохо. Что видишь это думаешь? Вот это? Да. Ну, ламет. Потом. А? М. М или Т? М. М. Софит. Крайная М. Где крайняя? А, вот. Это не крайняя. Это крайняя. Смотри, это. Ламет, мем, рэш, бет, эй. Это не крайняя. Это не крайняя. Смотри. Это не крайняя. Более крайняя. Это не крайняя. Это нормальный мем. Да? Ну, а мем, а софит это же крайняя. Что это мем софит сделать сюда? Это не мем софит. это меньше меньше в конце нужно было в конце но она стоит не в конце она посредине сна а не а не в конце почему нет значит это не мем софит это мем софит это м м м суббит папа и пайди подойдет покажи это мем софит саша да покажи покажи там да возьми библия покажи что это мем софит а почему ошибка ошибка покажи возьми библия покажи на 9 глава 9 глава 6 стих 6 стих ну интересно да это ошибка и это не сама это не печатная ошибка это не отпечат it's not a typo это не печатная не напечатали так во всех манускриптах including the dead sea scroll of Isaiah from 2000 years ago свитки мертвого моря Исаик которые написали тысячу лет назад it's there and the scribes year after year copied it by hand and put the meme sofit in the beginning of the word и книжники год за годом год за годом эту ошибку копировали ставили мем софит в середине интересно да сейчас отвори ни аммия не вирус Верния 2.13. Верния 2.13. Верния 2.13. На иврите откроется. Неймия 2.13. Дай. Неймия 2.13. Неймия 2.13. Неймия 2.13. Неймия 2.13. 2.13. Неймия 2.13. Ну. Иди сюда. Иди сюда. Я. Смотри сейчас. Это. Это. Крайная М. Отварена как. The opposite problem. Там противоположная проблема. Просто М. Просто М в конце. В конце М стоит простая. Да. Смотришь. Да. Просто М в конце. Обычная М в конце. Надо Мем софит. Да. Надо Мем софит. И. И. Это просто. Эм. Возьми. Покажи там. Место Мем софит. А там. Нету Мем софит. Нет. Покажи там. Нету Мем. Нету Мем. Нету Мем. Нету Мем. Нету. Нету. когда еврей видит такую проблему, что он делает? Он говорит, аллилуйя! Замечательно! Бог хочет научить меня чему-то, что невозможно выразить словами. Помните Каза Итальяна? Каза Итальяна? Каза Итальяна means something else than it sounds. I immediately understood that my cousin wants to escape Bulgaria through Italy. And nothing to do with spaghetti. You understand? So when a scribe, when a Jewish rabbi sees a problem, he doesn't say, ой, ва, вой, the Bible is wrong. He says, praise God, we have something very important to learn from this. for example, Isaiah chapter 9, verse 6, what do the rabbis say about this memsofit that is in the beginning of the word? They say, this text is talking about the Messiah. Right? It's a text that says, unto us a child is born, unto us a son is given, and his name will be wonderful counselor, prince of peace, everlasting father. They say, the Messiah right now for the Jewish people is a secret. It's sealed. It's closed. They say, that Messiah is now for the Jewish people that is closed. It's closed. When he comes, he will reveal to us who is this text talking about? Which child is this text talking about? Right now, the mem is closed. It's sealed. Yeah. So for us, the Messiah is a secret. The messianic secret. But when he comes, the mem will open up. In the same text in Nehemiah, the rabbis say in the Midrash, they say, the mem is there open to increase the power. it is written so open so that we will increase the power and rebuild the walls of Jerusalem that were broken down. So what looks to us as mistakes is there to teach us deeper truths. very important lesson to learn when we're doing biblical hermeneutics from a Jewish point of view. One more short thing and then I will release you for lunch. How do we know what we're supposed to do and what we're not supposed to do? What commands are for us? What commands are not for us? How should we approach the Bible as a book of practical life? Because the Bible is not only for learning, it's for living. So how do we do it? What is the simplest thing? Command. If there is a command God says do this, do this. Go here, go here. Come back, come back. Commands are easy. There is command we're supposed to obey it. The strongest commands and we have when we have the mitzvah, the command then we have the reason why and then we have the reward that's very strong command. Three levels the command the why and the reward like honor your father and your mother. Why? You will receive a reward. Long life. It's pretty strong command. Clear. After command what do we have? What? After the command no, after the second level of practice is reason. What kind of reason? Какая причина? No, it's not reason not reason. No. After command we have suggestions Suggestions. Yeah. Paul says I didn't receive this from the Lord it's my opinion that you should do so and so. In other words there is all kinds of recommendation the Bible recommends. The book of Proverbs is full of recommendations. The Torah is full of recommendations that don't apply to us. They are not eternal commands by God. But we can learn from what God recommends to other people. For example Paul recommends considering the time that everybody should be like himself not married. He's not commanding. It's his opinion. He recommends it. it's not saying I command you not to do this. He says I recommend follow me in these times. there are other recommendations. For example 1 Corinthians 16 about the giving Paul says on the first day of the week when you come together when you gather together put some money in the box so that when I come I don't have to chase you. So it's a recommendation it's not a command. the third level is example the Bible says these things were written for your example for example when should the church meet? When should they meet to worship to take communion we don't have a time. It doesn't say Sunday morning at 10 o'clock or Shabbat morning at 10 o'clock in church with me. We have an example. We have example they met from house to house daily. It's not a command. It's an example. or on the first Acts 20 verse 7 on the first day of the week the disciples gathered together to break bread. Those are not commands. They are not even suggestions. They are examples. We can learn from the examples. Examples are important. for example baptism. We are commanded to baptize. But we're not told how or when. But we have examples. That they believed and immediately the same day they were baptized. that's an example. It's not a command. And it's not a suggestion. But if we want to do what the apostles did we follow their example. The principle is very simple. Especially for women. If you want to always have the same cake you have to use the same ingredients. ingredients to use and instruments too. Now the church today is in deep trouble because they want to have the power of God like in the book of Acts. healing, prophecy, revelation, the power to preach like the apostles preached. But they want to make a cake without eggs. Or to make chicken soup without chicken. because if you want to have the same results you have to have the same ingredients. And the reason that the church now is not doing what it's supposed to do and the counterfeit and the fake is winning over the real. It's because the people don't want to follow the examples of the early church. Of the book of Acts. So the third, the fourth thing, with this I will end, it's called necessary inference. Necessary deduction, deduccia. For example, taking money. The church has no ground to collect money. Absolutely no command for the church to collect money to build a building. no ground to collect money to buy the pastor a car. No ground to collect money for anything else except for the poor saints in Jerusalem. All the collection in the New Testament is only for the poor saints in Jerusalem. However, there is a necessity you have to pay salaries, you have to have a building to meet, you have to pay the electricity, but we don't have a command and we don't have an example and we don't have a suggestion. The necessity brings in a deduction, an inference we can learn from one thing and apply it to something else. And that's what the church has done. We learned from the building of the tabernacle where the people gave money for building of the temple or the tabernacle and they gave the money to the priests so that the priests could live and we deduce, we make a deduction from one to the other. That means already we are using rabbinical methods. and other words we are using rabbinical methods. You understand? It's only rabbinical method that allows us to make such a necessary inference. And most protestant Christians do it, they don't even know that it is the Jewish way. It's a rabbinical method. We are going to deal with it more in the afternoon. Because time is up. Thank you. 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 Продолжение следует...